ПАБЛО ПИКАСО ПАБЛО ПИКАСО ПАБЛО ПИКАСО ПАБЛО ПИКАСО ПАБЛО ПИКАСО Поэтому предлагаю залу проголосовать рукой, кто бы назначил пациенту дополнительно магниторезонансную томографию с контрастированием, возможно, МРТ в брюшной полости тоже с контрастированием. Кто бы сделал данному пациенту? Нет, да? Исследование на мутации гомологичной рекомбинации сделали бы такому пациенту? Спасибо большое коллеге. Исследование денситометрию пациента. Кто бы рекомендовал сделать? Нет, да, желающих? Может быть, у кого-то есть свой вариант обследования, которому добавить нужно будет? Аделья Альбертович? Ну, на самом деле, пациенту я бы еще сделал денситометрию, потому что такие пациенты, длительно получающие гормональную терапию, они сопряжены с высоким риском остеопороза и в том числе патологических переломов. Ну, это и было сделано. Мы практически сейчас стараемся внедрить нашим пациентам с метастатической формой болезни изначально денситометрию на скрининге. Артем Александрович, эта методика действительно интересная, но она малодоступна в Российской Федерации, поэтому мы вот как онкологи общие обходимся больше компьютерной томографии уже с программой денситометрической. Спасибо большое. Пациенту ввиду болевого синдрома на кости таза была выполнена спалиативная целлюлочевая терапия с положительным эффектом в виде снижения болевого синдрома по шкале ВАЖ 2 балла. У пациента после окончания этого лечения имеется ПСА 8,1 при кастрационном уровне тестостерона. По данным компьютерной томографии и сцентографии стабилизация заболевания. Коллеги, к вам опять обращаемся с вопросом, какое лечение целесообразно выполнить пациенту в дальнейшем. Может быть кто-то из зала хочет пациенту провести лучевую терапию на область предстательной железы, лимфатических узлов, по палеотивной программе. Нет желающих. Продолжить только монотерапию аналогами РГРГ. Три человека. Продолжить химиотерапию децитокселом до 10 курсов ввиду хорошей переносимости 6 курсов. Кто бы продолжил? 2 грейд. И проводить комбинированную гормональную терапию новыми гормональными препаратами, про которые рассказывал Всеволод Борисович в своей лекции. Кто бы стал проводить пациенту комбинированную гормональную терапию? Порядка 10 человек за новую гормональную терапию. Может быть свой вариант кто-то предложит? Адель Робертович. С точки зрения практической применения, это как раз тот пациент, которому показана гормональная терапия препаратами антиандрогенами второго поколения, несмотря на все наши финансовые сложности, трудности и стоимость этого препарата. Это вот тот как раз пациент. На самом деле тяжело бывает доказать это, но мы смогли у данного пациента обосновать молодым возрастом пациента, и все-таки мы дали пациенту эту терапию, и с ноября 2019 года он начал терапию энзолутамидом 160 мг в сутки. Мы помним, что это молодой пациент, он с достаточно неплохим качеством жизни, несмотря на такую серьезную болезнь, но пациента, конечно же, беспокоила эпицестостома. И в январе 2021 года пациенту выполняется палеоативная транссортуральная резекция и удаление цестостома. Хотелось бы отметить, что нашим пациентам мы сразу же рекомендуем тренировать мочевой пузырь, чтобы эпицестостома была закрыта у пациента хотя бы на дневное время. На фоне лечения энзолутамидом отмечается также астенический синдром 2-го грейда и снижение памяти до 1-го грейда. Контрольное обследование пациенту провели, оценили, что у пациента имеется положительная динамика, всего 4 костных метастаза по данным скинирования костей. По данным компьютерной томографии те самые изменения в забрюшенных лимфатических узлах уменьшились до 10 мм, в подвздошных лимфатических узлах справа до 2 и слева до 7. У пациента хороший положительный ответ также по ПСА до 2 и 1 нанограмма на милитр. По данным всех обследований пациента частичный объективный ответ. Но мы знаем с вами, что эта терапия все равно не может продолжаться бесконечно. И, конечно же, в январе 2022 года пациент начинает прогрессировать. Во-первых, у него отмечается прирост значительный по ПСА, напомню, на ДИР был 2 и 1, сейчас ПСА у пациента 32 и 6. И по данным скинирования костей скелета у него вместо тех 4 уже 34 метастаза, которые были в наилучшем ответе. Ну и, конечно же, встает вопрос, как мы будем лечить нашего пациента дальше. Кто за то, чтобы продолжить только монотерапию, андроген-депривационной терапии, и добавить бифосфонаты пациенту? Нет. А реиндукция химиотерапии доцитокселом до 10 курсов? 5 человек бы назначили такую терапию. Начать терапию кабазитокселом? Двое. И проводить терапию абературоном ацетата? Один человек. Радиоэлегантная терапия, ну, получается, у нас имеется, например, терапия радиом-223, кто бы назначил эту терапию? Около 7 человек бы назначили. Проводить терапию абературоном ацетата и пара ингибиторами комбинации? 4 человека. Но я напомню, что это был 22-й год, январь 22-го года, еще этой показания не было, когда мы рассматривали терапию этому пациенту. Поэтому, конечно же, такую комбинацию мы на тот момент не имели юридического права назначить. Но тут хотелось бы просто понять, насколько наши коллеги хотят эту терапию назначать. Итак, у пациента, я напомню, что было прогрессирование в январе, пациенту все-таки была выполнена попытка реиндукции химиотерапии доцитоксилом до 10 курсов он получал с февраля по сентябрь 22-го года. Также он получал бифосфонаты. У пациента отмечалось увеличение, усиление болевого синдрома. Пациенту после окончания химиотерапии было добавлено еще с целью палеотивной помощи терапия самарием 153-м, ну, с хорошим положительным эффектом в качестве обезболивания. У пациента на фоне всей этой терапии имелась, опять же, периферическая нейропатия 2-го грейда, анемия 2-го грейда, нейтропения 2-го грейда и интерстинальная токсичность 1-го грейда. Все компенсировалось медикаментозно. Отмены терапии не было. И пациент прогрессирует дальше. В январе 2023 года у него простатоспецифический антиген 57,9. Имеется 49 метастатических очагов у пациента. И, уважаемые коллеги, к вам вопрос. Кто продолжит моноандроген-депривационную терапию и бифосфонаты? Ничего другого добавлять не будет. Спасибо большое. Нет таких, кто бы назначил данную терапию. Начать терапию кабазитоксела? Пять докторов бы такую терапию провели. Проводить терапию абиротероном ацетата? Двое. И радиолегандную терапию? Семь человек. И ограничиться только палеотивной помощью. Никакое специализированное лечение не назначать пациенту. Спасибо большое за ваше мнение. Конечно же, за это пациентам стоит побороться и дальше. Но он еще не дозрел до палеотивной помощи. Итак, с января по май 2023 года пациент получает 6 циклов радиолегандной терапии радиом-223. На фоне терапии бифосфонатов у пациента отмечается улучшение по болевому синдрому. У пациента на время терапии радиом-223 имеется тромбоцитопения первого грейда, анемия первого грейда и нейтропения первого грейда. После завершения терапии мы видим также 49 метастазов. Признаков прогрессирования у пациента не было. Поэтому пациент продолжен андроген-депрессионную терапию и бифосфонаты. Какое лечение целесообразно пациенту продолжить? Кто за то, чтобы все-таки продолжить моноандроген-депрессионную терапию и бифосфонаты? Даже при следующем прогрессировании? Пока нет. Начать терапию кабазитоксилом сразу же. Проводить терапию абиратуроном ацетата. Нет. Радиоэлигантной терапии имеются другие уже радиоэлиганты, которые сейчас становятся доступны. Может, кто-то бы назначил литец или актиний? Никто. И ограничится палеоактивной помощью. Тоже никто из коллег не хочет. Мы на фоне моноандроген-депрессионной терапии с бифосфонатами получаем, что у пациента в октябре 2023 года имеется прогрессирование в виде появления у него увеличения лимфатических узлов забрюшенных. И у пациента также имелся мягкотканный компонент в области ребра. У пациента прирост ПСА продолжается до 92. И так как у пациента была ранее выявлена мутация гомологичной рекомбинации, это мутация АТМ, пациенту решено, учитывая данные компьютерной томографии и стабильную синтеграфию, начать терапию алопариба в комбинации с бифосфонатом. На фоне терапии имелась анемия 2-го грейда, астенический синдром. У пациента отмечается прирост ПСА до 122 нг на мл, но без признаков прогрессирования. По болевому синдрому по шкале ВАЖ 4 балла. Как я сказал по исследованиям, с синтеграфией компьютерной томографии и стабильное состояние. Но пациенты сейчас проходят данную терапию, мы не видим признаков прогрессирования у пациента рентгенологического, поэтому терапию продолжаем. Ну а теперь хотелось бы получить совет от многоуважаемой жюри, а какую терапию можно пациенту затем предлагать, если он у нас дальше начнет прогрессировать и на данном виде лечения. Вы нас поставили в тупик. Я старался. Все применили, по-моему. Ну, понятно, что в принципе у вас еще остается как опция Кабазитаксел, наверное, в этой ситуации. Если ранее не давали. Ранее же не применялся, так? Кабазитаксела не было у пациента. Хотя вероятность того, что он отреагирует, очень небольшая, но тем не менее она есть. Абиратрон? Если не применяли. Ну, он, кстати, получает у вас антиандрогены дополнительно постоянно? Он энзултамид получал на фоне... Ну, сейчас не получает. А агонисты? Нет, почему агонисты продолжают? Нет, агонисты получают, понятно. Я имею в виду, энзултамид не получает. Энзултамид? Нет. После прогрессии на энзултамиде в фазе гормоночувствительного рака был отменен энзултамид. Ну, мне кажется, кабазитаксел остается. Кого-то есть другим, М. Борисович? Когда все использовали? Будем кабазитаксел давать? А ради элегантную терапию, М. Борисович? Ну, мы ради использовали. Ради использовали. Лютецы. Поэтому у нас в опции остается кабазитаксел и лютецей по СМА. На фоне терапии энзултамидом пациент уже спрогрессировал. Это может быть как терапия отчаяния. Нет такой базы доказательности, что абиратурон поможет пациенту продлить его безрецидивную выживаемость. Артем Александрович, спасибо. Спасибо вам.